Автомобиль вручается Зудилову Алексею Николаевичу. Удачи, чтоб автомобиль приносил пользу. Алексей один из шести человек, которым вручили ключи от новых автомобилей. Причем для него это уже не первая машина, полученная по инвалидности. В далеком 2003-м была АК. С новой грантой, говорит водитель, сравнения никакого. Ни по дизайну, ни по комфорту. Да у меня там это, на АК когда сидел, у меня коленки вышли, наверное, руля были. Неудобно было. А здесь-то хорошо, комфортно. Первым делом на новом автомобиле Алексей планирует поехать на рыбалку. Вот только с автоматической коробкой еще надо разобраться. Старая машина была на механике. По-первых, надо будет потренироваться. Но сейчас пока зять поедет, потому что ни разу не ездил на автомате. Потом уж помаленько попривыкну, по селу поезжу. Потом уже можно будет и в городу езжать. Это тот случай, когда двор регионального отделения фонда социального страхования становится тесноват. В ряд стоят новенькие автомобили, здесь же теперь их владельцы. Из шести получателей машин не все планируют садиться за роль, некоторых будут возить родственники. Автомобиль передается хозяину безвозмездно на семь лет. Пока! Чтобы получить машину по инвалидности, нужно решение бюро медико-социальной экспертизы. А еще отсутствие противопоказаний для вождения. При этом государство частично берет на себя расходы по содержанию транспорта. В период семилетнего срока эксплуатации отделение фонда частично оплачивает стоимость капитального ремонта в пределах 40% от помещенных расходов. Кроме того, ежегодно выплачивается частичная компенсация расходов на ГСМ и текущий ремонт автомобиля. За 20 лет на Ставрополье автомобили получили 677 человек, пострадавших на производстве. Теперь новые машины передали еще шести жителям края. До конца года еще 40 ставропольцев получат автомобили. Кстати, технически этот транспорт отличается от базовой модели. Главное отличие этого автомобиля в том, что в нем продублированы элементы управления. Есть привычные педали и есть дублирующие рычаги на руле. Нажимаешь на руле газ, опускается педаль. И наоборот. То есть на этом авто могут ездить как обычные водители, так и люди с ограниченными возможностями здоровья.